На медиапортале Гагауз Медиа и в эфире радиостанции Просто Радио программа Актуальная ведущий Сергей Бузаджи. Народное собрание законодательный орган АТО Гагаузии состоит из 35 депутатов, избираемых на 4 года в однобандатных округах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Об этом говорит увлажение Гагаузии. В конце января исполнился, вернее 20 января исполнился год, как были избраны руководящие состав народного собрания. С этого момента оно считается институализированным. Каким был год, каковы его итоги, какие планы на 2018 год, мы поговорим сегодня с председателем народного собрания, с гостем студии сегодня Владимир М.Коса. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Михайлович, вот первоначально председателем народного собрания 20 января был избран Александр Тарнавский, но затем были его заявления известные, в том числе общественное мнение почему-то так поднялось. И были перевыборы представителя народного собрания, вы уже 3 марта были избраны председателем. Почему это случилось, почему сразу не предложили вашу кандидатуру, чтобы не было всех этих коллизий? В принципе, сразу мне предложили на пост заместителя. Я был избран тоже большинством голосов и был сразу заместителем. Поэтому так получилось, что Александр сделал заявление. Но сегодня он заместитель, мы хорошо работаем. 3 марта действительно будет год, как руководство поменялось. Ну, тем не менее, просто мы знаем, что нет какого-то единого подхода по знанию языка, да, гагаузского или владению гагаузским языком. И поэтому трудно было определить степень знания того или иного депутата, в принципе. Правильно. Поэтому и мы проголосовали. Это уже было его личное решение. Это он сам сделал заявление, это было его решение. Поэтому я не хочу обсуждать, как бы я всегда говорю, что я не хочу обсуждать высказывания коллег или лично. Но я всегда говорю за себя, как бы вы правильно подметили, что первоначально был избран, но я был заместителем. Вот так получилось. Потом, когда Саша сделал заявление, Александр Григорьевич, меня оставило исполнять обязанности 20 февраля. А 3 марта были выборы председателя, и я недолго исполнял обязанности. Уже после 3 марта были выборы. В этот же день, по-моему, если не ошибаюсь, в день, когда вас избрали председателем народного собрания, вы сделали заявление для прессы, для телевидения, для телеканалов о том, что вы будете председателем для всех депутатов и для всех жителей, скажем так, и в целом для всего органа законодательного народного собрания. Вот скажите, пожалуйста, получается? Знаете, я от своих слов никогда не отказываюсь и действительно рассказал. И первым, что мы сделали, я объездил каждого примара, я сделал встречи с председателем совета, с примаром. Койкие были вопросы, что связаны, какие есть проблемы в примариях. В прошлом году активно пошло обсуждение в вопросах, пока вложения. И чтобы не было никаких искажений, или чтобы как-то каждый не тянул дел на себя, мы все прекрасно помним, что был закон пока в положениях. И тогда я посчитал, что вот как я и говорю сегодня, что я являюсь председателем для всех. У меня никогда не делю какого-то депутата на свой, чужой. У меня никогда нету разграничений. Я со всеми нахожу общий язык. Любой депутат приходит, мы решаем вопрос совместно. Что касается его округа. Что касается, конечно, я не оставляю без внимания свой округ, потому что я избран тоже по своему округу. И у нас так сложилась, что одномандатная система, где все равно каждый депутат будет стараться тянуть в свой округ. И это правильно, я считаю это хорошо, что когда есть какие-то вопросы, каждый пытается потянуть в свой округ. Это нормально. Поэтому я же так и говорю, что мы проехали, я лично проехал все населенные пункты. И пообщавшись с примарами, я понял, где есть какие проблемы, где есть какие вопросы. И вот эта система 50 на 50, то, что мы распределяли. И сегодня с 1 января уже каждый примар знает, какие у него буткап-вложения. И уже может формировать свою работу на целый год. И уже есть примары, которые собрали совет, которые уже приоритеты дали к работе на этот год. И я думаю, что это в этом году вообще покажет эффективность этого закона на все 100. Потому что уже это будет работа с 1 января, она уже ведется. В прошлый раз она началась с мая, с июня. Были моменты, где чуть-чуть не успевали. Поэтому я и говорю, что я считаю, что эффект правильный был. И сделая анализ, я также хочу опять же объехать населенные пункты. И опять же встречаться с примарами, с представителями совета, если есть необходимость. Нас приглашают, скажу, что примары, на заседание советов. И я всегда говорю нашим депутатам, чтобы мы приходили, мы должны участвовать в работе населенных пунктов. Да, в меру занятости иногда не можем попасть во все заседания совета. Но мы стараемся, чтобы, по крайней мере, депутата ставить в известность, что у него, что у нас есть приглашение. Нас приглашают, к примеру, в Чудор-Лунгу, или в Ул-Конечно. Если мы не можем, мы предлагаем депутатам от этого округа. Хотя это его функционально, он должен приходить, если он переживает за свой округ, он должен как бы в любом случае участвовать в этом. Я, например, по себе, я всегда участвую в работе и с советниками, и с примаром. У нас очень хорошо налажена работа. И в селе Буджак жители видят, что у нас никогда нет перетягивания канатов. У нас есть хорошая закономерность. Так сложилось, что у меня в селе формируется всегда «мы». У нас нету просто слова «я». И поэтому у нас работа идет, и мы показываем результат. А где эта грань, которую, не то что переступать, может ли, нельзя, не в этом делать. Когда вы чувствуете себя избранником от конкретного округа, в частности села Буджак, и председателя Народного собрания? В любом случае, я в любом случае веду работу как председатель Народного собрания. Но что касается, когда идут обсуждения по округам, я участвую в обсуждении по округам как депутат округа села Буджак. И я не могу сегодня обделить свой округ. Если есть возможность, в любом случае, каждый депутат старается в своем округе сделать. Ну, когда речь идет о ГАГУЗе, мы всегда выполняем функции председателя. Нету разницы здесь, председатель ты или депутат простой. Я всегда говорил, что каждый депутат, он равный. Так слаживается, что кто-то избирается на руководящий пост, и он руководитель. Но, по сути, статус депутата у всех один. Мы сегодня все избраны. Каждый имеет право голоса. Каждый имеет право инициативы. И депутат, в любом случае, он, это его, как говорится, депутат избран народом. И от того, что он председатель, заместитель, председатель какой-то комиссии, ему не дают право выше, или там у него двойной голос, или тяжелее голос. Он такой же, как и у простого депутата, когда он голосует. Сейчас в Народном собрании можно определить примерно 4 группы депутатов. Ну, так мы видим, во всяком случае, по заседаниям, которые проходят. И самое многочисленное, это симпатизанты демократической партии. Хотя вы, по-моему, единственный депутат и кандидат депутата, который прошел именно от демократической партии. Да, я никогда не скрывал, что являюсь кандидатом от демократической партии, членом демократической партии. Сегодня сказать, что есть большинство демократической партии, я бы не говорил. Потому что у нас, вы, может, даже видите, что когда идет голосование, у нас голосование может быть 15 голосов, 12 голосов, 18, 20, 24, 34. Нету, когда есть сформировано большинство, оно конкретизируется, и оно видно в подсчетах голосов. А сегодня я не сказал бы, что есть большинство, которое четко направлено на одну сторону. Есть группа одной стороны, есть группа другой стороны. Вот так. И есть, вот как раз мы о чем говорили перед этим, интересы округов. Иногда бывает, что каждый пытается, смотрит, ему выгодна эта позиция или выгодна другая позиция. И в любом случае он делает так, как выгодно ему, потому что он должен прийти в свой округ и отчитаться перед своим избирателем. А я всегда говорю, что оценку каждому депутату не дает кто-то, а дает его избиратель. Поэтому каждый пытается где-то сформировать, что большинство, решить сразу вопрос свой округа. Решить вопрос какой-то для Гагаузии. Но сказать, что есть конкретное большинство, я бы не говорил. Ну, мы все равно наблюдаем некую жесткую такую иногда полемику при обсуждении тех или иных вопросов. Мы видим, что есть, скажем, непримиримая часть депутатского корпуса, которая не согласна категорически с большинством, каким бы оно ни было. Но, вот, тем не менее, кстати, вот вы сказали по количеству голосов, подаваемых за то или иное решение. Вот мы видим, что иногда некорректно подводится подсчет этих голосов. Планируете ли? И, кстати, вот многие эксперты, общественники говорят о том, что было бы неплохо ввести электронную систему голосования. Готовы ли народное собрание финансово и морально к этому шагу? Я думаю, что в этом проблем нету, но сегодня финансово тратить на это деньги у нас как бы не заложено на электронную систему. Но если возникнет в этом вопрос, я не думаю, что это будет проблема. Но сказать же опять, что некорректно считают, я всегда говорю, есть видео, оно всегда видно. И можно посмотреть, есть вернуть кадр, можно посмотреть, что там действительно голоса. Потому что, когда говорят, неправильно посчитали, сидишь за столом или где мы сидим, нам все равно виднее. Депутат, может, посчитал, что его неправильно посчитали, но на самом деле никто не обращается в суд, нет решения суда отменить это. Любой депутат может оспорить, если есть какие-то вопросы, если он считает, что это незаконно, или он считает, что неправильно посчитали. Ничего не мешает ему обратиться в суд, может поднять по видеозапись. У нас были такие моменты, что сказали, что неправильно почитали. Когда повтор смотрели, действительно, даже бывало такое, что сказали, что там 16 голосов. А на самом деле, когда почитали, 19 было на повторе. Может, депутаты не понимают, за что голосуют? Знаете, опять же, никогда не хочу комментировать конкретно депутата. Если он не знает, за что голосуют, это его проблема. Это тоже есть такое дело. Потому что кто-то вникает в вопрос, кто-то не вникает. Кто-то думает о другом и просто поднимает руку. Это я не могу комментировать каждого депутата. Кстати, недавно Иван Бургуджи заявил о том, что часть депутатов, не то, что незаконно избранная, они должны были зарегистрированы в качестве кандидатов из-за того, что они не проживают в данных округах, а только прописаны. Тогда у меня может быть даже встречный вопрос для Ивана Бургуджи. А как тогда он был депутатом пятого созыва, если он прописан в Кирейт-Лунге, а жил в Камрате? Тогда получается, что и он был незаконным депутатом. Поэтому мы сегодня, есть четко в законе прописано. Прописка. Мы сегодня не можем определить, живет он в округе или не живет. Но он прописан, подтверждается документ. Он может сегодня один день остаться в другом месте спать. Это ему никто не запрещает. Он может находиться каждый день в населенном пункте. Мы не сможем проконтролировать, это мое видение. Невозможно проконтролировать человека, где он находится. Опять же, жители данного населенного пункта должны давать оценку этим вещам. Не потому, что живет он или не живет. Вот жители населенного пункта должны видеть. Вот когда баллотируется депутат, кандидат в депутаты баллотируется, они же знают, где он, участвует он активно в жизни населенного пункта, данного округа. Только избиратель может дать оценку, а не Иван Бургуджи, который тоже был депутатом 5-го созыва, который жил в Камрате, а прописан в Кирит-Лунге. Но я не могу сказать точно, а жил ли он в Камрате, может он жил в Кирит-Лунге. Видите, потому что он прописан в Кирит-Лунге. Он фактически мог целый день находиться в Камрате, а вечером поехать в Кирит-Лунгу и остаться спать в доме. И никто не видел, где спал Иван Бургуджи, в Кирит-Лунге или в Камрате. Правильно? Логично? Потому что прописан в Иван Бургуджи Кирит-Лунге. Поэтому здесь неуместный его вопрос. Я это говорю к тому, что может быть все-таки сделать изменения в законе и устранить все эти моменты, чтобы не было инсуанса. Так я почему и говорю, мы не сможем доказать, где человек спит. Документ является, прописка это документ, который подтвержден. Вот он заходит в базу регистрационную и видит. Например, Иванов Иван Иванович прописан там-то, там-то, там-то. Оно видно. Но мы не можем сегодня знать, где Иванов Иван Иванович остался на ночь спать и где он проживает. Он сегодня может снять квартиру, остаться в Кичневе и спать. Послезавтра может остаться в Камрате, в Чудар-Лунге или в Улл, конечно. Мы же не можем проконтролировать его. Вот для этого и предлагается, что может быть отменить эту позицию в законе. Поэтому, я же еще раз говорю, самое хорошо, когда дают оценку избиратель, который голосует за данного кандидата. Если это гастролер, который пришел неоткуда, значит его не должны в селе или в этом округе. Значит люди знают, что это гастролер, что он не участвует активно в жизни населенного пункта. Что он не привлекает инвестиции в населенный пункт. Что он сегодня не работает на благо Гагаузи и за него не голосовать. А когда говорят даже, вот купили, не покупайтесь. Какие проблемы? Вы идете голосовать, каждый населенный пункт выбирает себе депутата. Каждый населенный пункт выбирает себе примара. Каждый населенный пункт выбирает себе президента. Также парламент. Все зависит от нас. Мы голосуем, понимаете? Люди голосуют за этого человека. Поэтому сказать прописано, не прописано. Лично я как юрист тоже могу сказать, что это трудно доказать, где человек находится. — Скажите, пожалуйста, во вторник, вчера, 13 февраля, суд города Камрад отменил 49-ю статью «Уважение Гагаузии» по запросу Госканцелярии статьи 33, 34, 35, 36, 37 местного закона о статусе депутата, статью 113 регламента Народного Собрания, где говорится о статусе неприкосновенности депутата Народного Собрания, а также по получению дипломатического паспорта. Мы видим, что это очередная атака на институциональные позиции Гагаузии, на институты государства Гагаузии, автономии. Как вы считаете, почему это происходит? Является неким желанием молдавской элиты, скажем, размыть основы Гагаузии? И предпринятили ли вы, Народное Собрание, я имею в виду законодательное, какие-то действия в дальнейшем? — Вы знаете, я был в курсе, что Госканцелярия еще в лице бывшего руководителя Ольги Кырмы подали в первую инстанцию. Но я был уверен, что суд первой инстанции не выскажется так, что отменят. Потому что я считаю, что депутат Народного Собрания, он должен иметь эту неприкосновенность. Не от того, что прятаться за уголовными делами, но каждый депутат высказывается. Политические высказывания, декларации. Есть депутаты в оппозиции, есть депутаты, которые оппозиции власти, не говорим сегодня о какой власти, республиканской власти. Кто-то хочет высказать позицию по Гагаузе, кто-то хочет высказать позицию по республике. И я думаю, что это как раз и механизм будет, когда депутат не сможет высказывать то, что он реально хочет высказать. И это очень плохо. Я сегодня буквально давал информацию, что мы обжалуем решение. Я думаю, что высшая апелляционная палата Камрад выскажется по этому поводу. Думаю, что мы на заседании народного собрания, каждый депутат как один поддержит то, что мы не согласны с этим, что это наши полномочия. И я понимаю, если бы это было на республиканском уровне, что статус депутата отменили, неприкосновенность депутата отменили в республике, в парламенте, автоматически у депутатов народного собрания. А здесь получается, депутат народного собрания отменяют неприкосновенность, депутатов парламента не отменяют неприкосновенность. Хотя я считаю, что депутаты Народного Собрания должны быть защищены этим, по вот этим пунктам, которые я уже назвал, и депутат Народного Собрания, Народное Собрание Гагаузии в целом, это имеет право законодательной инициативы. И мы сегодня можем законодательную инициативу неудобную, тогда получается, внести в парламент. И это немножко будет, ну не даст депутату высказать свою точку зрения так, как он может ее высказать, когда знаешь, что у него есть мандат. Поэтому я думаю, что судьи примут правильное решение, хотя я даже думаю, что неправильно было бы, чтобы первая инстанция это рассмотрела, потому что мы все-таки не местный совет. Но вот об этом и речь. Мы не местный совет. И они могли в Конституционный суд подать, Конституционный суд рассматривает такие вопросы. А здесь получается, один судья решил судьбу Гагаузии, они залезли в уложения, что недопустимо. В уложения нельзя вносить изменения. Да, если хотите, поднимайте вопросы, референдум объявите в Гагаузии по этому вопросу. Может люди хотят, не хотят, чтобы депутаты были, была у них неприкосновенность. Но с 1994 года действует у нас автономия. И никогда никому не мешала депутатская неприкосновенность. Ну, не понимая, почему это все происходит. Может быть, тогда имеет смысл... Понятно, что суд общей юрисдикции не может рассматривать такие серьезные вопросы, фундаментальные для Гагаузской автономии. Может быть, тогда имеет смысл создать законодательную инициативу и обратиться в парламент с тем, чтобы приняли на законодательном уровне такие моменты, связанные с тем, что эти вопросы могут рассматривать только в Конституционном суде. Либо же, как мы говорили уже много раз о том, что необходимо создавать суд уложения, который будет эти вопросы интерпретировать так, как гласит законодательство. Не так, как хочется кому-то судей или чиновников госканцелярии. Я здесь согласен с вами. Я думаю, что вот это как раз и сигнал для депутатского корпуса, чтобы обсудить вот этот вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет обсужден на заседании буквально в ближайшее время. Мы в конце месяца планируем заседание Народного собрания и будет вопрос включен в повестку. Это уже как бы не обсуждается даже, потому что это остро. Сегодня буквально юристы уже обжалуют данное решение суда. Поэтому надеемся, что депутатскую непрекрасно составит, как она была. И вообще надо прекратить немножко урезание этой полномочий, потому что поэтапно, поэтапно все урезается. Это ненормально. Летом прошлого года парламент принял изменения в законодательстве, связанные с выборами в парламент Республики Молдова. И, скорее всего, в ноябре месяце, если будут назначены даты выборов, мы будем выбирать парламент по смешанной системе. 50 на 50. Скажите, пожалуйста, вы вошли в комиссию по распределению округов, одномандатных округов. И, насколько мы знаем из заявлений в прессе, вы просили комиссию предоставить не два, а три округа для ГГУЗИ. Тем не менее, различные партии предлагали пять мандатов в период избирательной кампании президента. Я говорю о социалистах. Один партия тоже, по-моему, где-то обмолвилась об этом. Но, тем не менее, нам дали всего лишь два мандата. Почему пожадничали или боятся чего-то? С чем это связано? Я не могу понять. Я действительно входил в эту комиссию и сделал заявление, сказал, что ГГУЗИ, по большому счету, надо три мандата. У нас три района. Я говорю, в принципе, вы нам дайте три мандата, а мы здесь депутатский корпус сами разделим округа. Чтобы не вмешивайте в ГГУЗИ. Просто у себя отметьте, ГГУЗИ, больше никакие населенные пункты не участвуют в голосовании по ГГУЗИ. И мы эти три мандата распределим по ГГУЗИ сами. Я думаю, что депутатский корпус разделил бы это справедливо. И, возможно, даже, может, мы бы даже пошли на то, что сделали бы прямо по районам. Я даже думаю, что согласились бы депутаты. Четко. Камрадский, Чудорлунский, Вулканежский. Независимо от того, что Вулканежский чуть меньше. На этой комиссии согласительно я, в принципе, и сказал, что город Вулканеж будет обделен. Потому что сегодня, объединяя округ Вулканежный и Чудорлунга, мы немножко ставим неудобное положение Вулканежный. Поэтому я и говорил, что нам надо три, и мы бы разделили. Конечно, понимание голосования там проходило, и мы не набрали нужное количество голосов. Также было предложено действительно и пять мандатов. Партия состанавливала тоже. Никаких вопросов больше не возникало там, на этой комиссии. На комиссии они тоже поддерживали три, как я заявлял, но не набрали голоса, большинство голосов. Поэтому они посчитали по численности населения комиссия. Хотя получается, что, опять же, я там говорил, что в Бельцах 100 тысяч населения, два мандата, 110 тысяч. У нас получается 130 с копеечками получилось, тоже два мандата. Тоже теряется 15 тысяч населения. Как бы они у нас, Гагаузия, немножко больше округа получились. Также, получая Таракли, дали один мандат на 35 тысяч. На 35 тысяч, да. Да, ну, как на смешанство. Я, в принципе, говорил, что Гагаузия – это автономия. И очень плохо, что они нам не дали три мандата. И понятно, что выборы будут проходить по этой смешанной системе. Но было бы хорошо, если бы, говорю, Гагаузы выбирали бы в Гагаузии автономию, выбирали бы каждый свой район. Вот это было бы правильно и справедливо. Ну, весь этот набор... Ну, возможно, мы вернемся к этому еще, может, после выборов к этому вернуться. Потому что обсуждали, и президент был, и обещал, что он будет настаивать, что три. Мы даже тогда сказали, не надо просто настаивать, чтобы сегодня дали три. Надо настаивать, чтобы это было законодательно прописано. Гагаузия – три мандата. Чтобы эта Гагаузия знала, что у них три мандата в рамках границ Гагаузии. Что больше никакие населенные пункты не входят. Потому что были разговоры, что, возможно, там какой-то еще округ войдет. Ближайший там округа же нарезались. И де-факто могло быть такое, что нам мог нарезаться какой-то округ. И там был, конечно, добавился бы еще какой-то, чтобы третий получался мандат, но с другими. Поэтому они оставили без внимания другие округа, чтобы четко была Гагаузия. Поэтому и говорю, что будем надеяться, что в дальнейшем мы к этому еще вернемся. Ну, вот вы также являетесь членом комиссии совместной рабочей группы по согласованию... Межпарламентской группы. Межпарламента и Народного собрания по согласованию законодательства Гагаузии с Молдавскими и так далее, по разделению полномочий. Но есть очень много интересных решений этой комиссии совместной, но нет окончательно принятых решений. Почему? Вы знаете, я скажу, что сама рабочая группа очень хорошо работает. И представитель рабочей группы постоянно уделяет внимание. Я смотрю, он постоянно пытается собрать. Где-то у него есть предложение. И сказать, что не работает комиссия, нельзя не сказать. Потому что комиссия действительно хорошо работает. Но в конце уходит в парламенте обсуждение. И получается, там уже рубится. Вот в чем проблема. Потому что я выступал в парламенте с нашими этими тремя законами, которые остались. И рабочая группа вышла с одним предложением. Народное собрание Гагаузии это поддержало. Вышло с законодательной инициативой в парламент. В парламенте получилось немножко недопонимание. Пару фраз убрали отсюда, пару фраз отсюда, пару фраз отсюда. Перефразировали. Смысл поменяли. Потеряли смысл. Получается, что рабочая группа работала два года на смарку. Будем надеяться, что эти вопросы вернутся. Буквально вчера опять предварительно наша рабочая группа Гагаузии. Депутат народного собрания. Приезжали и кто поддерживает постоянно нас. Но я знаю, что и посольство всегда поддерживает все нас в этом плане. И уже мы ставим для себя задачи. Не надо останавливать, я считаю, рабочую группу. Не надо блокировать работу. Мы должны попробовать восстановить. Попробовать все-таки к этим вопросам вернуться. Тем более, что законы эти не промулигированы. И не только эти законы. Там еще есть много интересного, что для Гагаузии. И будем надеяться, что рабочая группа даст эффект. И мы все-таки вот эти наши законопроекты. И как раз вот этот по депутатской неприкосновенности. Я думаю, что мы поднимем и в рабочей группе тоже. Где мы будем сообщать, делать не то, что заявление. А мы должны готовить законодательную инициативу в парламент. Чтобы это было действительно прописано. И кто должен рассматривать действительно. Может уже и добьемся, что будет у нас не второй уровень. Будет у нас специальный уровень. Отдельный. Да, отдельный для Гагаузии. И тогда я думаю, что... Потому что по сути эти законы, которые разработала рабочая группа. Эти изменения. Они для Гагаузии полезны. Но ничего страшного в них нет. Самое главное. Кстати, и по пяти мандатам тоже может быть. И по пяти мандатам тоже. Да, ничего страшного не было. Мы все-таки автономия. Мы сегодня можем тоже показать, что мы сегодня участвуем в процессе. Мы, Гагаузия, являются сегодня сторонниками государства Республики Молдова. Мы сегодня в составе Республики Молдова. И также хотим участвовать в функционировании структур. Мы можем сегодня... Любой житель Гагаузской автономии может сегодня быть и в правительстве, и в парламенте представлен. Потому что мы сегодня жители Республики Молдова. Как и житель Кищенева, и житель Камрата. На 24 февраля башкан Гагаузии Ирина Влах предложила провести собрание депутатов всех уровней Гагаузии по вопросам, касающимся развития государства. И в основном были эти вопросы у НИРИ. Заложены в основном для этого собрания вопросы у НИРИ, там, ликвидация государства. Но нету повестки дня, связанная именно с урезанием полномочий Гагаузии. Планируете ли вы как-то изменить эту повестку, чтобы обсудить эти вопросы, в том числе и на этом совещании? Не, ну, по-любому я скажу, что я буду присутствовать на собрании. Я думаю, что вопросы возникнут. Я делал тоже заявление по поводу у НИРИ, что Гагаузия не приемлет такие заявления. И у нас очень хорошо, что примарии Гагаузии и города высказались за сохранение государственности, за республику Молдова. И мы всегда говорим, что Гагаузия сегодня больше, наверное, государственники, чем некоторые партии, которые находятся сегодня у власти. Ну, будем говорить, унионисты, которые говорят четко и конкретно, мы за обеднение. Мы сегодня говорим четко и конкретно, мы за Молдову. Мы за суверенную и независимую Молдову в составе ее и Гагаузии. Поэтому я думаю, что возникнут какие-то вопросы. Тем более, что назрел вот этот по неприкосновенности обсуждаться будет. Не думаю, что останется только про УНИРИ. Разговоры будут открыты. Ну, вся та ситуация, которая сегодня происходит, в том числе и по полномочиям Гагаузской автономии. Апелляционной палатой было отменено решение суда первой инстанции по отмене закона в образовании Гагаузии. И мы надеемся, что такая хорошая тенденция, которая будет идти дальше. И все те атаки на Гагаузское законодательство будут превращены в нет. И перестанут, скажем так, оказывать влияние какое-то на нашу работу и нашу жизнедеятельность. Да, потому что я скажу, что очень хорошо, что апелляционная палата оставила без изменения закон, принятый депутатами Народного собрания. Наш закон, который у нас на территории Гагаузии. И я скажу очень плохо, что отменяют суды первой инстанции закона. Вот, например, возьмем о фиксированном налоге, получается, тоже. Люди работали, люди знают, люди планируют. Тут, получается, отменяют. Тут у нас отменяют буквально потихонечку, пошагово. Поэтому мы должны делать так, чтобы закон о патенте, о фиксированном налоге, чтобы все это было, чтобы мы сегодня могли показать пример, что мы в Гагаузии можем. У нас есть Народное собрание Гагаузии, которое принимает законы для Гагаузии, которые действуют на территории Гагаузии, которые поднимают экономику Гагаузии. Поэтому мы можем сегодня об этом говорить, мы должны об этом говорить. И мы должны поднимать эти вопросы, чтобы не было этих моментов, что обжаловали в первой инстанции. Ну, будем надеяться, что этого не будет. Ну, приятно слышать это от вас, от представителя Народного собрания. Я всегда так говорю. Что, да. Владимир Николаевич, скажите, вот в 2017 году было принято немало полезных для людей законов. Очень много было законодательных инициатив у депутатского корпуса. И как-то это особо приятно осознавать, что все-таки депутатский корпус инициирует хорошие законы. Ну, в принципе, вся работа законодательного органа должна быть на это направлена. Но скажите, пожалуйста, в 2018 году как вы планируете устроить свою работу? Я знаю, что еще есть законодательные инициативы, которые находятся в изучении, в стадии изучения и подготовки для рассмотрения депутатами. Как вы планируете, учитывая, что этот год предвыборный год, и все будет зависеть, отталкиваться от этого? Ну, конечно, надо отметить, что в прошлом году были законодательные инициативы, которые приняты и которые сегодня уже потворятся в жизнь. Все, они уже работают полным ходом. Я же вот как раз буквально недавно говорил о законах обложения, которые сегодня каждый населенный пункт может сформировать, и уже он работает. Дальше у нас был хороший законопроект «Освещенное село». Тоже уже есть на это деньги, и населенный пункт, который не имел освещения, может с этих финансов на численность населения уже потихонечку планировать и закладывать, проводить даже освещение. Освещение поэтапно, на сколько денег хватает, потому что в любом случае там есть на численность населения, сколько может он потратить. А у кого уже проведенное освещение, он может оплачивать за это освещение. Поэтому, кстати, уже заметно, когда вечером проезжая по населенным пунктам, когда уже горит, мы немножко вышли от этого 15-летней давности, когда приезжал какое-то село ночью. Ночь и тьма, вообще не видно ничего, и хорошо, у нас сейчас свет не выключают, а раньше еще и свет выключали, и вообще была тьма. Поэтому я скажу, что освещенное село, оно показало, что в каждом населенном пункте мы можем это сделать, мы хотим это сделать. Дает эффект. Дальше очень хорошая была законодательная инициатива, которая, опять же, уже действует. Это питание детей. Сегодня в населенных пунктах, где есть возможность, где уже есть столовая, где уже есть возможность кормить всех деток, пожалуйста, кормят. Есть некоторые школы, кормят всех. Был хороший пункт по желанию. Кто не хочет, потому что критики много было. Поэтому и автор тогда данной законодательной инициативы сказал, нет проблем. Если есть критика, никаких вопросов нету, сделаем по желанию. Кто хочет, исполняет. Кто не хочет, но нет такого, кто не хочет. Все сегодня пользуются, это очень хороший закон. Детки довольны, что их кормят. Конечно, где есть возможность по пищеблокам. Я скажу, что на 2018 год тоже запланировано много. Очень есть депутаты активно начали законопроекты. Смотрю, начали комиссии работать. Собираются представители комиссии. Я думаю, что даже будет на днях президиум. Мы посмотрим, что предложат представители комиссии. Но это заседание. Часть вопросов я предлагать буду, потому что я уже сказал, что как депутатская неприкосновенность, она будет обсуждена. Есть часть. Будем надеяться, что в этом году мы тоже плодотворно поработаем и покажем нашему населению, что шестой созыв может, делает и оно уже работает. Это самое главное, что уже есть. Мы тоже надеемся, что это не будут популистские решения, будут направлены на стратегическое развитие. И самое главное, что мы стараемся для населенных пунктов. Мы не стараемся для кого-то. Мы это делаем, чтобы оно чувствовалось. И в каждом населенном пункте идет работа. В каждом. И это самое главное. Что сегодня примары заняты работой. Сегодня наши жители видят, что в каждом населенном пункте идет работа. И я рад, что это наша заслуга в этом тоже есть. Вот это самое главное. Один из депутатов, ваших коллег, Сергей Чемпоеш, как-то сказал, что в принципе народное собрание в Гаузии могло работать еще более эффективно и совместно, если бы не вмешательство извне и одного человека. Наверное, он имел в виду Николая Дудогова. Как вы считаете, есть ли это влияние на народное собрание? И в чем оно выражается? Я бы не сказал, что Николая Дудогова влияет. Николая Дудогова является депутатом парламента. Он проводит в Гагаузии работу, связанную с парламентом. По привлечению тоже инвестиций. Они очень много тоже привлекают в Гагаузию. И сегодня говорить об этом, я считаю, что... Не хочу комментировать Сергея Константиновича, конечно, но это я считаю, что обвинение в пустой. Потому что я уже говорил насчет групп, которые формируются во благо интереса своего населенного пункта. А конкретно у нас нет такого, чтобы было большинство, которое показало, что оно что-то делает. У нас, как я уже сказал, есть категории голосуют 15, есть голосуют 20. Вот я просто повторяюсь уже. Я не вижу никакого вмешательства в этом плане. Поэтому это уже доводы Сергея Константиновича. Может, ему так кажется. Я не хочу комментировать. Ну, казаться может ему все что угодно. Ну, понятно, может, с точки зрения. Несколько заседаний, скажем, тому назад было решение об отзыве членов ЦИКа, телегированных туда Народным собранием Гагаузии. Также вы рекомендовали остальным институтам, судебным инстанциям и исполнителям комитета сделать то же самое. Насколько я знаю, члены ЦИКа подали в суд на эти решения. Какова ситуация на сегодняшний день? И что будет дальше? На сегодняшний день апелляционная Камрад взяла отвод, так как рассматривали вопросы, связанные с ЦИКом. Кагул рассматривает, апелляционный плат Кагул. Но в связи с тем, что подали члены ЦИК в первую инстанцию в Камрад, дело Кагуле приостановили, пока не будет решения по первой инстанции Камрад. Поэтому мы ждем. Мы, в принципе, в любом случае должны исполнять наше постановление, которое приняли депутаты. Если суд выскажет обратно, мы будем думать дальше, что делать. Но, по крайней мере, пока мы ждем, что скажет суд. Но мы обратились и надеемся, что суд примет решение, которое депутаты поддержали. Поэтому было большинство. И увидим, что скажет суд. На этой стадии пока просто все. Мы ждем, пока первая инстанция выскажется, потому что члены ЦИК подали. Понятно. А что будет с наблюдательным советом ГРТ? Он будет изменен? В наблюдательный совет мы на прошлом заседании оценка была неудовлетворительная. Мы объявили конкурс. И я скажу, что где-то порядка 17 человек подали уже заявление. Думаю, мы на президиуме рассмотрим документы членов будущих, кандидатов в члены наблюдательного совета. Но опять же я знаю, что наблюдательный совет тоже подал в суд. Но они просили приостановить наше решение. Суд его не приостановил. Поэтому я не знаю, какое будет решение суда. Но в связи с тем, что не приостановлено наше решение, мы действуем по закону. Дальше мы на президиуме рассмотрим пакет документов, которые предложим депутатам Народного собрания. И вопрос будет включен в голосование. Это уже будут решать депутаты. Там путем рейтингового голосования кто наберет. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили с вами по инициативам, скажем, госканцелярии по измене законодательства. Но мы много видим о том, что вы выступаете против инициатив либеральной партии, которая направлена на ликвидацию молодовской государственности. Я хотел задать вам этот вопрос, но вы уже частично на него ответили. Скажите, пожалуйста, в контексте всех этих событий, как вы считаете, насколько перспективна ситуация, перспективна ли либералов ликвидация молдавской государственности? Знаете, я общаюсь, у меня же тоже есть друзья, которые живут не в Гагаузии, которые смотрят на это тоже по-разному. Но с кем я не общаюсь, все за республику Молдова. Есть, это получается, у неонистов 5-10%, но они пытаются показать себя, что их больше. И они пытаются на этом заработать очки. Это, я думаю, что это все-таки политический ход в преддверии выборов. Каждый пытается свой электорат мобилизовать, каждый пытается показать им, что он лучше. Поэтому я думаю, что это все-таки больше электоральный ход либеральной партии. И очень много населенных пунктов высказывается за государственность. И я думаю, что это не входило в их план, что так будет. И немножко сбило ритм либеральной партии по вот этим вопросам. Гагаузия на 100% никогда такие вещи не поддержит. Ни один депутат это не поддержит. Независимо, какую позицию, какая позиция по тем или иным вопросам. Но что касается гагаузии, у гагаузов есть одна хорошая черта. Когда есть проблема, все объединяются в один кулак. Я думаю, что здесь вопросов не будет. Здесь будут все как один, как показал референдум, что было почти 100%. Так и здесь будет 100%. Здесь не будет уже ты политик с этой стороны, ты политик с этой стороны. Здесь будут все вместе и вперед. Что касается гагаузии, у нас это уже не раз доказывалось. Что когда где-то есть вопрос касаемый гагаузии, конкретно гагаузии. Все у нас, сразу позиции менялись, все сразу становились братьями и вперед. Когда внутри у нас есть недопонимание, каждый пытается показать, что он лучше. Каждый пытается показать свою программу. Но каждый лидер гагаузии у нас сегодня государственный. Мы надеемся, что и вопрос касающийся российского влияния здесь в гагаузии. Вы знаете, что парламентом были приняты законодательные моменты, связанные с ликвидацией этого влияния, по их мнению. Но тем не менее, Ирина Влах, башкан гагаузии, высказалась о том, что в гагаузии не будут запрещены или к показу новостные блоки российских телеканалов. Однако вчера или позавчера Координационный совет выступил с заявлением, что будут оштрафованы ряд телеканалов и радиоканалов, в том числе ГРТФМ там фигурировал. То есть нам дают понять, что отсюда тоже будут выбивать российское влияние с помощью телевизионных и радиопрограмм. Как вы считаете, как нам этому противостоять? Ведь никто нам не может запретить говорить на русском языке и слушать новостные программы. Я скажу, что русский язык у нас здесь, все говорят на русском языке. Даже мы сейчас передачу ведем на русском языке. Конечно, трудно будет в гагаузии это вытеснить. У нас даже, знаете, еще как говорят. Нет такой необходимости вообще. Вот еще что говорят. Если запрещают, то, говорят, на зло сделаем, посмотрим в два раза больше. Вот это есть. И я не думаю, что будет у нас в гагаузии это внедрено. Я думаю даже, что депутаты тоже к этому вопросу вернутся. И на территории гагаузии мы все-таки имеем свой закон, наш внутренний. Я попробую даже сказать, что мы будем поднимать вопрос у нас здесь, в народном собрании, по этому вопросу. Я думаю, что действительно гагаузию, чтобы не штрафовали под этим вопросом, все-таки гагаузия в любом случае на русском языке больше общается. И скажу дальше, что турецкая сторона очень тоже много помогает гагаузии. И у нас получается, что в гагаузии смотрят и на российскую сторону, и на турецкую сторону. Понимаете? И на молдавскую тоже. Ну и на молдавскую, потому что, а у нас давайте будем говорить, что прописано четко три языка. Это молдавский, гагаузский, русский. У нас четко это прописано. Поэтому и сфера общения у нас кто-то говорит на молдавском, кто-то говорит на гагаузском, кто-то говорит на русском. Никаких проблем у нас с этим нет. В гагаузии в этом проблем нет. У нас нет проблем общения как бы в гагаузии. У нас есть проблема, что не все знают молдавский язык. Но если он знает, никто ему не запрещает на нем говорить. Никаких проблем же у нас нет. У нас часто встречается, по городу идешь и речь на молдавском языке. На русском постоянно говорят, и на гагрузском говорят. У нас нет никаких проблем с этим. Спасибо вам огромное. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за то, что вы согласились принять участие в сегодняшней программе. Мы надеемся, что этот предубранный год не разъединит наше население, а сплотит, скажем так. Учитывая то, что у нас еще будет предубранный год в Башкана, Гагаузии, что тоже наложит какие-то отпечатки на взаимоотношениях и законодательного, и исполнительного органа Гагаузской автономии. Мы надеемся, что все-таки мы пройдем спокойно все эти этапы и, скажем так, будем достойно представлять наше население, наш народ. Спасибо еще раз огромное нашим зрителям. Напомню, что на медиапортале была программа «Актуальна». Гостем сегодняшней программы был председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Коса. Спасибо вам огромное, что были с нами. Оставайтесь с нами и всего доброго.